Волны. В честь открытия гравитационных волн. Те, кто задал вопросы, мы раздаем наклейки. Спасибо. 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 Здравствуйте. Меня зовут Александр Иванов. Я основатель платформы Waze. На самом деле я хотел рассказывать несколько другую презентацию, но подумал, что вот презентация, которую я рассказывал в Microsoft, она про Azure платформу, и будет как-то более стыковаться с тем, что рассказывал Костя. Поэтому давайте не будем врубаться в какие-то уже сложности. И про текущее состояние roof of stake есть исследование. Давайте сделаем такой обзор вообще, более-менее научный, но не углубляюсь в какие-то совсем дебри, потому что время позднее, уже вроде устали. И сделаем такой обзор, как вообще блокчейн вписывается в годы computer science, в которой до блокчейна было очень много других технологий, работающих, которые в принципе в чем-то аналогичной блокчейне, которые сейчас тоже работают даже. И вообще, что блокчейн приносит нового вообще. И зачем, в частности, он нужен в системах закрытых, такие как поддерживаются в Microsoft, например, на платформе Benchly, на Azure платформе. Это вообще очень интересный вопрос. Зачем блокчейн нужен закрытым системам? И немножко про это скажем. Давайте немножко углубимся в какую-то математику такую минимальную. Что делает блокчейн? Фактически это распределенная база данных. Почему распределенная база данных должна быть лучше, чем централизованная? Потому что есть redundancy, у вас есть больше хранилищ, и каждое хранилище приносит некую степень доверия, некую степень надежности. То есть подразумевается, что чем больше у вас хранилищ, тем у вас как бы безопасность выше. Естественно, здесь возникает вопрос консенсуса, потому что все эти хранилища должны быть синхронизованы. И блокчейн решает как раз эту самую проблему, которая в принципе решалась и до блокчейна. Надо понимать очень хорошо, потому что я думаю, что большинство людей знает об этом. Здесь у вас метап разработческий. То есть люди понимают вообще, более-менее интересуются наукой, и понимают, что до блокчейна тоже что-то могло быть. И фактически что происходит в таких системах? Есть так называемые replicated state machine. Это некая распределенная система, условно говоря, ноды, и на них хранятся какие-то данные. Эти ноды могут обмениться сообщениями, эти данные могут меняться, и их нужно синхронизовать по всем нодам. Эта задача решается в computer science в годах, наверное, активно 70-х. И написано миллион статей, есть сотни профессоров, и это серьезная наука. Фактически что нам нужно? Вот стоит машина, у нас есть state, есть delta изменение state, новый state, и нужно этот новый state распределить по всем нодам. State может меняться самими нодами. Нодам могут стать сообщения другим нодам. В общем, что-то такое происходит. Мы можем какие-то внешние сообщения, не суть важна. Есть большая наука, опять-таки, доказано, что достаточно просто доказываются некие условия на безопасных таких систем, потому что эти ноды могут быть хорошими и плохими, условно говоря. То есть плохие обычно называются в этой науке византийские. Византийские ноды. Лампарт, ученый, он искал такое название, на которое никто не обидится. И вот он сказал византийские. Сначала была задача о китайских генералах, потом он подумал, что обидится китайцы. И потом это стала задача о византийских генералах, потому что византии нет уже. И ноды бывают как бы византийские, которые ведут себя произвольным путем. А вообще, что могут протоколу вообще не подчиняться. Бывают простые. Это fail, fail-stop, только когда нода просто перестает отвечать. И все. Такая простая ошибка. Следующий уровень ошибки — это византийская ошибка, когда нода просто ведет себя произвольным путем. И доказано, что нам нужно иметь… Если у нас в системе есть нод, которые просто останавливаются, то есть просто перестали отвечать на запросы, нам нужно 2F плюс 1 нод в системе, чтобы у нас произошел консенсус. Если у нас византийские ноды, которые могут получить сообщение от другой ноды, там уже сложнее получается и нам нужно 3F плюс 1 нод. Но если этого нет, то есть нельзя поднять сообщение, то есть если у нас там все сообщение аудентифицированное, то есть что криптография позволяет сделать. То есть фактически в любой криптографической системе достаточно 2F плюс 1 нод. Тоже надо иметь в виду, это такое общее обобщение системам, относящиеся тоже как бы замечания. Самый известный результат из этой всей науки, это следует немножко не знать, если занимаетесь обобщением системами, это CAP-теорема и FLP impossibility, невозможность. О чем говорит CAP-теорема? Фактически CAP- это consistency, availability, protection, tolerance. Не даваясь в подробности, она говорит, что если у вас система разбит на две части, то консенсус в ней в принципе возможен не будет. Вы не сможете иметь в такой системе, она не будет либо отвечать на запросы, либо в двух частях системы будут разные данные. Это значительно простой результат, который в криптовалютных системах очень часто возникает. Когда у вас разваливается система, то у вас есть два форка, и у каждого форка свои данные в системе. И важный результат, это по имени ученых, которые его нашли, это невозможность FLP impossibility. Доказывается, что даже если у вас есть одна нода плохая в системе, то никакой детерминированный алгоритм не сможет вам достичь консенсуса. То есть даже если у вас одна нода плохая, которая ведет себя произвольно, вы не сможете достичь консенсуса детерминированным путем. То есть у вас не будет детерминированного алгоритма, нерандомного, который вам позволит прийти к консенсусу. Рандомные алгоритмы могут прийти с некоторой вероятностью. вот это как бы такое важное очень свойство да но на самом деле все блокчейн системы они и надо отметить что это как бы эта ситуация возникает в синхронных системах то есть системах которых нет верхних верхней границы на время взаимодействия между ногами да то есть вы когда мы послали многие сообщения и она не отвечает и вы не знаете умерла она или просто выполняет некоторые вычисления называется синхронная система да то есть она может выполнять вычисления сколько угодно долго а синхронной системе есть некая граница сверху да то есть если он отвечает больше двух часов допустим биткойн да то есть там в обычном петлородин системах большинстве да то есть в том числе биткоине часы должны синхронизированные в рамках двух часов из этого окна выпадают моды то все как бы считается что нода как бы уже она не может быть в этой системе и таким образом такие большие системы они синхронные то есть есть как бы верхняя грань на время ответа ноды и в таких системах в том числе как в биткоине применим следующий результат то есть такие системы могут выдерживать до третьих византийских ошибок а полностью синхронные модели да которые мы в которых мы знаем что как бы время взаимодействия между нодами время латентность то есть время передачи сообщения между ноги не может превышать некоторые значения а они такие системы могут выдерживать до 100 процентов плохих но то есть это очень интересный результат все мы знаем на самом деле на самом деле может больше даже быть плохих но с теме в том числе и криптовалютных и при этом будет консенсус достигнуть то есть об этом я скажу позже какие-то новые варианты как это может быть реализовано на практике в имеющихся продажных системах такого конечно нет в них всех если у вас там больше половины плохих то вы можете контролировать сеть что происходило до биткойна значит был так называемый пакса спорта холл который рабочий был на котором было основано много продажной системы google дел продажную систему достаточно известную то есть все это работает до сих пор то есть он был основан на голосовании как-то происходило выбирался видео который предлагал условно говоря свое видение системы и ноды системы голосовали зовут как бы вот за транзакции за состояние системы ключевым в этом моменте был выбор лидера да то есть для того чтобы система должна могла при консенсусу вам нужен лидер выбираете лидера и он уже предлагает то за что система голосует и это это же используется во всех других криптовалютных на самом деле система которые появились позже в том числе и в большей технологии а паксос как бы он естественно если мы как бы вспомним на свой результат он говорит о том что на синхронной системе консенсус невозможен тоже относится к паксос алгоритму он может остановиться да то есть он может просто не идти вперед но если он идет вперед то есть то есть он обрабатывает транзакции то консенсус достигается а почему же мы не используем паксос на самом деле и так называемый пи 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 это проектовал бизонтайн фолтора это самый практический алгоритм самый практичный который используется в принципе на практике достаточно хорошо почему вообще биткоин нужен да казалось все это работает и было до биткоина а проблема на самом деле здесь две да то есть поскольку это голосование у нас эта система голосования который все должны прогулки должны получить данные за которые не голосуют поставить за своему голосу другим нодам получается что а паксос масштабируется пропорционально количеству связи системе до которая растет как n квадрат если оно количество но системе то есть при большом количестве но количество сообщений которое должно быть в системе передано друг другу она растет квадратично да что как бы делается систему как непрактично да потому что у нас фактически происходит очень большая вычтительная нагрузка и мы не можем реально реально чтобы что-то реально использовать и пакса система не работает примерно до станут если там больше станут то уже как бы эта система не работает и еще более важным является наличие так называемых сибила так а так а так сибилы да а что мы можем сделать системе а вот такой вот где нужно голосовать мы можем туда и привлечь своих как бы голосующих допустим бы мы можем фактически нагнать туда на нагнать туда голосующие ногу создать очень много ног они проголосуют этот результат который нам нужен поскольку мы можем найти систему очень дешево для этого нам ничего не нужно просто можем позвать туда тысячу друзей они проголосуют за нужный результат и получается что вот системы которые работали они не могут быть открытыми и они имеют очень плохую масштабируемость и поэтому биткойн в принципе и достиг такой популярности который достиг потому что он решает эти проблемы что происходит биткойне да то есть происходит та же самая схема выбора лидера так как он выбирается по-другому для того чтобы лидер был выбран и он мог предложить системе свое видение транзакций свое видение состояния системы он должен решить некую криптографическую задачу а я так графическая задача основана на транзакциях которые проходят системе и соответственно как бы потом система не должна голосовать уже за это да она голосует за результат этот который лидер предложил тем что она продолжает блокчейн который предложил лидер да то есть он сгенерировал блок и система строит на этом блоке дальше и это есть аналоги голосование в паксусе система принимает тот блокчейн который предлагает лидер который предлагает майнер как он называется блокчейн в биткойне чем это лучше на самом деле чем то что было до биткойна здесь как бы есть два момента поскольку это не голосование легко понять что то есть нам нужно просто вы консенсуса масштабируется пропорциональном количестве участников нов сети нам нужно просто передать наш блокчейн всем нодам сети и все никакого голосования не происходит обмен информацией сам консенсус происходит путем передачи нового блокчейна новых блоков всем нодам сети и это масштабируется как размер сети как квадрат размера как сам размер сети соответственно биткойн обладает и блокчейн системы обладают хорошей масштабируемостью по крайней мере по сравнению с предыдущими системами и кроме того а так и когда вы можете туда нагнать свои 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 ноды и заставить их голосовать за нужный вам результат они становятся очень дорогими потому что биткойне вам нужно вычислять определенные хэши нужно вычислять нужно выполнять вычислительную работу практически вы тратите электричество майнеры в сети биткойн практически зарабатывают в том месте электричества можно доказать на следующем слайде я немножко расскажу про это что биткойн обладает устойчивостью к атакам 50 процентов нод должны быть плохими для того чтобы захватить сеть византийске это как бы такой очень такой очень поверхностное утверждение а например недавно было обнаружено недавно это 2015 году так называемая selfish money discovery и ял и серер это известные ученые сейчас занимаются блокчейном доказали что если мы рассмотрим экономические экономические инцентивы то есть экономические то что то что то что мотивирует майнеров майнить да то есть получается что на самом деле биткойн не обладает 50 процентной толерантностью к атакам она ниже потому что майнеры могут присоединиться к атакующим атакерам да атакующим майнерам если они видят что майнер захватывает сеть да есть так называемая атака блок виздровал атак когда ты не публикуешь свои блоки в сеть а публикуешь их в нужный момент да то есть и если участники сети видеть что это происходит им становится выгодно присоединиться к атакующему на самом деле если у нас в сети биткоина более 33 процентов плохих майнеров то не могу захватить сеть а сейчас как бы блокчейн наука достаточно формализуется в принципе вот этими людьми это люди из овечки такие не будут как редкие фамилии там они греческие поэтому достаточно тяжело произнести есть некие уже строгие теоремы которые касаются биткоина и блокчейна потому что в чем есть проблема они как бы вот эти вот теоремы особенно касающиеся блокчейна они должны быть созданы с нуля потому что они не могут быть построены на базе консенсус исследований да потому что консенсус он который был до биткоина да он имел дело с так называемой физиотическими нодами они с хэш не с кишами да то есть там не было такого понятия как вычислительная мощность и как там плохие хэш и хорошие хэш и там условно было что-то такое голосование да то есть честное голосующее нечестное голосующее а здесь у нас хэши как вот хэши превратить в голос голоса не несколько непонятно и там возникают проблемы вот эти вот люди доказали что блокчейн система должна обладать для как бы для для того чтобы можно было использовать такими свойствами как персистанц и лайвнс да то есть в чем мы должны быть уверены в блокчейн системе что если у нас транзакция находится к блоков к определенное число да то есть в глубине блокчейн системы да то она уже не будет отменена и второе свойство это лайвнс это говорит о том что если мы посылаем транзакцию в сеть то рано или поздно она станет стабильной то есть любая блокчейн система должна удовлетворять и предоставлять эти два условия для того чтобы это было так вот эти вот три условия которые сейчас достаточно важны в принципе они сейчас во всех статьях про блокчейн упоминаются каждый блокчейн должен обладать этими свойствами должен быть так называемый common common префикс то есть общий префикс то есть есть любая любая цепочка с штамм стемпом любая более старая цепочка должна обладать общей частью с более ранней цепочкой и второе свойство которое обязательно для того чтобы блокчейн системы были применимыми это чейн квалити то есть это качество качество цепи оно говорит о том что количество блоков которые генерируют византийские ноды не должно превышать доли самих византийских нод то есть условно говоря если византийские ноды контролируют 20% сети то они не должны генерировать больше чем 20% блоков и третье свойство это условия роста сети условия роста цепи то есть цепь со временем должна если как без новой транзакции она должна расти с ненулевой скоростью и вот если у нас выполняются эти три условия то мы можем показать что условия persistence и liveness которые необходимы для того чтобы мы могли пользоваться блокчейнами вообще как разумной как разумной базой данных выполняются и что здесь надо еще сказать пару слов наверное да то есть то как сатоши это видел он говорил что блокчейн достигает решать проблемы византийского консенсуса а это несколько не так вот доказали вот эти вот люди доказали что это не так на самом деле в чем есть проблема заключается когда количество плохих нод приближается 50 процентам то количество блоков которые не генерируют в самой длинной цепочке становится больше чем 50 процентов как ни странно да то есть это как-то пересекается вот сел селфиш майнин атакой несколько другой подход к этому да проблема в том же заключается то есть когда у нас много плохих майнеров они могут генерировать большую часть блоков даже хорошие цепочки как достаточно то есть почек которая принята всей сетью они могут генерировать большую часть блоков и тем самым получается что не все транзакции которые вы хотите поставить сеть могут быть туда посланы можно доказать что если у вас не более 33 процентов плохих нод то вы сможете в в вашем блокчейне который принят сетью той самой длинной цепочки более половины всех блоков будут сгенерированы хорошими манерами вот это достаточно интересный результат который как бы несколько меняет то что то что сатоши в своей статье писал что как бы он решать биткоин решает проблему визентинского консенсуса несколько не так это то есть там как бы он не решает проблему так называемый болидите да то есть когда вы можете любую транзакцию как бы которая которые считают верными все честные участники засунуть сеть так не получается вот болидите проблема не решается вот есть но как бы тем не менее если у вас большинство участников сети честные то действительно консенсус и плохие системы может быть достигнут это доказано строго это было доказано на самом деле 2015 году недавно доказано было математически а значит что он что сейчас биткойн себя представляет это 10 минут между блоками и пару транзакций в секунду так несколько транзакций в секунду в принципе этого мало да мы знаем что там система виза там что тысячи транзакций в секунду почему мы просто не возьмем и не уменьшим время между блоками тогда мы сможем больше транзакций слайд 7 а но здесь получается что латер на сети то что нам определенное мешает нам это сделать потому что нам нужно синхронизировать все данные если мы не успели синхронизировать то нода начинает продолжать цепочку которая которая у нее есть потом не приходит другая цепочка более длинная она уже начала манить на предыдущей цепочки она вынуждена ее отбросить то есть получается что нода тратит свои вычисления впустую она продолжает неправильные цепочки что получается да как проблема решается то есть потому что кстати серьезная проблема мы не можем просто взять биткойне сделать время между блоками 10 секунд потому что очень легко тогда будет захватить сеть и для того чтобы захватить сеть в этом случае нам понадобится не 50 процентов вычислительной мощности а значительно меньше да то есть как бы там легко посчитать на самом деле сколько потому что биткойне когда есть у вас 10 10 10 минут время между блоками то количество блоков которые вычисляются впустую которые нужно вытянуть она очень маленькая там порядка двух процентов тоже легко понять и за 12 и 6 секунд это экспериментальный результат в системе в блокчейне биткойна распространяется новый блок то есть половина сети знает о новом блоке примерно за 12 секунд если мы пытаемся снизить время между блоками сделать его меньше 12 секунд то получается что большинство участников сети будут манить на форках и очень просто будет захватить сеть а какие здесь могут быть ходы то есть блокчейне биткойна просто меньше время между блоками невозможно какие могут быть варианты здесь в этериуме реализована схема так называемого госпротокола этериум считает не только как бы самую длинную цепочку да начислять за нее майн награду майнер но из за все боковые цепочки и тем самым получается что майнер не тратит энерги не тратит свою мощность пустую потому что он получает награду за все цепочки которые он манит в том числе и за форки можно почитать подробнее это достаточно сложно смысл здесь в том что важно понимать почему в биткойне время между блоками 10 секунд потому что 10 минут каждое уменьшение даже несколько минут оно приводит к появлению большого количества форков и снижает надежность сети потому что становится легче захватить сеть получается что ноды майнер на тех цепочках и они вынуждены отбросить результаты своей учитывательной работы приходит атакующий и захватывает сеть меньшим количеством ресурсов достаточно важный результат который следует представлять себе почему почему так медленно в биткойне все происходит это сделано не просто так это сделано чтобы вообще не думать о надежности сети чтобы биткойн был максимально безопасным то есть когда это там запасом конечно это сделано потому что всего лишь два процента плохих блоков но тем не менее это гарантирует полную безопасность биткойна вот здесь на биткойне есть проблема как мы все знаем биткойн фактически принадлежит китаю сейчас они делают чипы которые майнин биткойн все заводы там стоят все майнинг фермы которые берут электричество от гидроэлектростанций которые строят же майнинг те же майнеры находятся в Китае и на фактически на майнинг биткойна тратится полмиллиарда долларов в год это примерно столько же сколько тратит электричество Ирландия в год то есть это очень большие суммы стоит ли оно того непонятно с одной стороны таким образом мы поддерживаем систему которой никогда не было то есть она действительно что-то прорывное но с другой стороны мы таким безумные на это ресурсы как бы полмиллиарда долларов в год это серьезные деньги и она